Добрый день, друзья! В данном видео я продемонстрирую, как при помощи вакуумных силиконовых банок мы можем произвести мобилизацию мягких тканей, а также лимфатический дренаж в области плечевого сустава. Перед тем, как приступить к мобилизации, при помощи баночек, помним, что ткани должны быть подготовлены. Наносим масло, крем или вазелин при помощи небольшого стимулирующего массажа на ткани. Отлично! Далее выбираем баночку по размеру, которая нам подходит в соответствии с анатомическими особенностями пациента, и начинаем постепенно работать. Помним, что наша работа должна быть направлена на ближайшие лимфатические узлы. В данном случае здесь ближайший лимфатический узел. Это у нас либо шейно-ключичные, либо подмышечные. В данном случае нам удобно работать на область подмышки. Поэтому, начиная от осистых отростков позвоночника, с фронтальной стороны, через переднюю порцию дельты, мы постепенно-постепенно выводим баночку медленно движениями по направлению к лимфатическим узлам. Данная процедура, в зависимости от анатомических особенностей, а также состояния пациента, от отечности плеча, разбивается на 2, 3 или даже на 4 этапа. На первом этапе мы при помощи баночки небольшими движениями, небыстрыми, работаем по направлению к лимфатическому узлу. При этом, постоянно находясь в контакте с нашим пациентом, чтобы процедура не вызывала у него болевых ощущений. Сама процедура занимает 1 подход 1-2 минутки, соответственно, деля на 3-4 подхода, может занять до 10 минут. Начинаем от позвоночника и постепенно-постепенно через лопатку выводим баночку к лимфатическому узлу. Не пытайтесь за раз сделать всю процедуру, делайте небольшие перерывы, и в моменте перерыва, пожалуйста, стимулируйте мануально ткани, производите небольшой лимфодренаж, лимфодренажный массаж при помощи своих ручек. Далее, на втором этапе мы можем уже работать с вами более агрессивно. В случае, если это пациент с большой анатомией, пожалуйста, это может быть и 3-4, если у вас подготовительные этапы 2. На втором этапе мы уже работаем более агрессивно, уже с вращательными движениями и уже немножко побыстрее. Но техника остается все та же. Создаем вакуум между силиконовой баночкой и тканями пациента, и уже с повышенной скоростью, с вращательными движениями, выходим и работаем по направлению к лимфатическому узлу. Коллеги, у данной процедуры есть свои противопоказания, поэтому будьте осторожны перед тем, как приступить непосредственно к выполнению процедуры с пациентом. Соберите полный анамнез, а также загляните, какие есть противопоказания при вакуумной терапии. Одно из самых важных, мы не работаем поверх открытых ран, мы не работаем с аллергией на тканях, плюс есть еще достаточно большой перечень противопоказаний для применения данной терапии. После того, как вы закончили работу с баночками, проделайте небольшой лимфатический дренаж при помощи рук, и на этом заканчивайте. Спасибо вам за внимание.